Приветствую вас на канале Ретроплойка. Меня зовут Андрей, а это обзор на Spider-Man для консоли PlayStation 1. Человек-паук, без сомнения, один из самых популярных героев комиксов. В моем детстве он был повсюду. На ТВ в виде мультсериала, в кино с Тоби Магуайром и, конечно же, в играх. Про всякие жвачки и канцелярские принадлежности я вообще молчу. Первый интерактивный паучок, которого я тогда смог опробовать, был на Сеге. По моим воспоминаниям, он был неплох, но ограничился я всего парой уровней. Потом у меня был паучок на Денде, и вот там как-то все было немного грустно. Но ровно обратная ситуация была на PlayStation. По-моему, впервые я увидел его в игровом павильоне. Паук был такой прям трехмерный, и город тоже, по сравнению с 16-битной и 8-битной версией это. Он дрался, лазал по офисному потолку и заматывал врагов паутиной. Также с пауком общались другие знакомые персонажи. Короче, эта игра произвела на меня вау-эффект. Естественно, после того, как у меня появилась своя плойка, одним из первых дисков, которые я приобрел, был паучок. Две части на одном диске. Игра запомнилась мне как отличный такой экшен. Одна из немногих игр, что я прошел на первой плойке. Попробовал я пройти его еще раз, но уже спустя 18 лет. Кстати, на моем втором канале есть летсплей с этим прохождением. Если кому интересно, ссылка в описании. Так вот, запустил я этого паучка и нахлынул на меня прилив ностальгии. Очень приятно в очередной раз погрузиться в беззаботное детство. Какие-то отдельные элементы из игры я помнил отлично. Например, огромных размеров бомба, которую надо затащить в сейф. Или, скажем, погоня за веномом в подземке. Но есть и такие моменты, и даже целые уровни, которые не оставили в моей памяти вообще ничего. Я как будто открывал их для себя заново. В этом месте многие бы, думаю, позавидовали. Ну, знаете, стереть себе память, чтобы пройти этот шедевр. Еще раз. Насчет сюжета. Звезд с неба, к сожалению, он не хватает. Еще бы, это же игра по комиксам. Но все же, маленькая интрига здесь присутствует. Хотя вот фанаты вселенной паучка догадались бы сразу. Короче, дело такое. Профессор Октавиус, весь из себя такой правильный, представляет на выставке новое изобретение. Как я понял. Ну, вот незадача. Какой-то чувак в костюме Человека-паука на людях крадет эту штуку и разбивает фотокамеру Эдди Брока. После этого наш пакостник сбегает. Питер Паркер тоже присутствовал на этой выставке. И для него все это выглядело как представление для толпы с целью осквернить доброе имя Человека-паука. Эдди Брок, раздосадованный тем, что паук лишил его эксклюзивных снимков для газеты, решил, что так это оставлять нельзя. Он превращается в Венома в целях проучить настоящего паука. И тут у меня вопрос. Эдди Брок стал Веномом из-за подгоревшего пукана? Или за этим кроется какая-то предыстория? Просто я привык к тому, что у каждого супергероя есть свой бэкграунд. То бишь, как он докатился до жизни такой супергеройской. Хотя тут ни у кого нет своей предыстории. Ну ладно, оставим это в сторону. Главное, у нас есть Человек-паук и мы можем им управлять. Наконец-то, к черту эти 2D спрайты. Даешь 3D. И эта трехмерность в те годы поражала. Сейчас на этот взглянешь такой и... Блин, бедновато, и уровни очень маленькие. В детстве так не казалось. Тогда реально ощущалось, что ты находишься в большом городе. А все недостатки им дорисовывало воображение. Геймплей здесь очень хорош и разнообразен. По большей части это экшен, приправленный стелс-элементами. Просто есть там момент со спасением заложников. В этом моменте помогает способность паучка лазать по любой поверхности. Будто стена или потолок. На самом деле очень крутая фича. Чувствуешь себя охотником. Ждешь, когда жертва отойдет от стада. Затем наматываешь и обезвреживаешь его паутиной. А можно просто в табло дать, спрыгнув на него сверху. И тот, и другой способ одинаково хороши. Только вот запас паутины у нашего героя не бесконечный. На уровнях и там, и сям раскиданы кассеты с этой хренью. Как и аптечки. На более поздних этапах так вообще дают огненную паутину. Это уже для определенного типа врагов, которых привычными средствами забить не так-то просто. Вообще паучок обладает разными приемами и ударами. Но я использовал лишь малую часть из них. Так как сама игра меня этому не обучила, а лишь дала намеки, что они есть. В пылу сражения у меня иногда срабатывали некоторые фичи с паутиной. Но до конца я не разобрался, как их использовать. Да что там, я ногой ни разу не ударил врага, хотя в самом начале игра дала подсказку, что такая возможность есть. Ну забыл просто. Чаще всего я избегал контакта с врагами. И мне кажется, это самый лучший вариант. За их устранение дают разве что ничего. В моменты, когда человеку-пауку угрожает опасность, у него срабатывает паучье щитье. Также оно предупреждает о наличии скрытых проходах. Как мне кажется, паучок здесь способен заметить какой-нибудь подвох и без специального чутья. Эй, паук! Привет, черный кот! Что насчет боссов? Они тут есть, как бы удивительно это не прозвучало. И они интересные. Двое из них так вообще создавались, наверное, с той целью, чтобы подорвать мой пердак. Причиной такой сложности скорее является не сам босс, а управление. Ладно, хоть камера нормальная в боссфайтах, за исключением того момента, когда надо завалить Веномом, чтобы спасти Мэри Джейн. Что выделяет паучка от многих игр того же жанра? Это ее графический стиль. А он здесь такой, знаете, полумультяшный. Из-за чего картинка в наше время выглядит неплохо. Она даже напоминает мне Джеки Чан Стантмастер, вышедший в том же году. Естественно, проходя игру 2000 года, я столкнулся с некоторыми сложностями. Это в очередной раз безумная камера в тесных помещениях. А что еще? Ах да, у паука есть еще автоаим на врага. И на выключателе. Так вот, если вы стоите рядом с выключателем, и при этом позади вас враг, то при нажатии квадрата паук будет игнорить первое и начнет раздавать тумаки второму. Это бесит. Автоаим это, конечно, здорово для такой игры, но когда перед тобой сразу две абсолютно разные по назначению цели, уже возникают сложности. Но несмотря на это, Спайдермен это очень качественный продукт для своего времени. Он ничем не уступал другим играм того же жанра. В игре есть все, что пожелал бы настоящий поклонник паучка. В ней куча фансервиса в виде других персонажей из вселенной Марвел, костюмов главного героя и окружения. Блин, тут даже закадровый голос Стэна Ли звучит в начале первого уровня. Правда, мы его не услышали из-за пиратской локализации, но все равно сам факт приятный. Что ж, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось и вы вдоволь поностальгировали. Жду от вас лайков и комментариев. А я говорю вам пока. Пока.